Добрый день, друзья! Я рада представить вашему вниманию новый в этом году выпуск подкаста «Оживающие картины». Меня зовут Марина Балашова, а сегодня со мной обсуждать картину будет Елена Боярская. Лена, здравствуй! Привет, Марина! Я очень рада, что ты приняла моё приглашение пообсуждать сегодня одну из картин. Скажи, пожалуйста, что это будет за картину? Я предложила картину Айвазовского «Хаос. Сотворение мира». Она мне нравится, и я вообще в своей работе не так редко прибегаю к метафорам, касающимся хаоса. Она мне близка. Но я сразу скажу, что я не культуровок и очень далека от искусства, в принципе. А зачем ты это говоришь? Для того, чтобы обезопасить себя от хаоса. От хаоса можно себя обезопасить? Нет, конечно, но, наверное, какое-то смущение, да, оно имеет место быть. Можешь ещё раз сказать, почему именно эта картина? Почему, может быть, именно Айвазовский? Почему твой выбор пал именно на эту картину? «Хаос. Сотворение мира». Для меня тема хаоса. В принципе, интересно. Действительно, не только Айвазовский писал про хаос. Может быть, это связано как-то с морской стихией, потому что она мне близка. Да, может быть, это потому что того, чтобы сразу пошёл про Айвазовского, про его работу в стиле маринизма, да. Захотелось поговорить именно об этой картине. Она меня завораживает, наверное, вот так сказать. Очень интересно. То есть мы сейчас потихонечку про чувства начнём. Она тебя завораживает. Что именно тебя завораживает? Как тебе кажется? Почему у тебя вот это вот завораживающее ощущение возникает? С чем это может быть связано? Ты знаешь, я не буду, наверное, и на вам в этом. Светящееся какое-то изображение, символ Бога в центре. Возможность дойти до него в виде такого вот луча, какого-то, такой дороги. И при этом бушующее море. Они вот прям как-то очень сильно перекликаются с моим представлением об этом мире. О том, что каждый человек выбирает между идти по дороге света, она непростая, она тоже с волнами. Или всё-таки поддаться стихии вокруг. Второй момент, который меня здесь завораживает, это, конечно, вот сочетание, да. Ну, если прочитать описание картины, там везде пишется одно и то же про то, что сверху картина с Бога и большего размера, внизу хаос. Или падший демон. Где-то написано про то, что он обезглавлен. Это такое интересное размышление вообще, сочетание тёмной, светлой стороны, 50 на 50 или нет. Ну, вот не знаю, мне всё это очень, мне очень интересно. И, наверное, я поэтому предложила картину поразглядывать вместе с тобой, посмотреть её, описать. Хорошо, Лен. Я сейчас скажу про свои ощущения. Когда я видела эту картину, она меня тоже поражала, вот скорее не завораживала, а поражала. И я вот этот светлый образ, как образ творца, не видела. То есть я обычно останавливалась на названии хаос, и поэтому я видела вот эту вот тёмную субстанцию в центре. Всегда я на неё обращала внимание. Туда я прям глазами упиралась. Для меня это несколько, наверное, иной образ. Не то, чтобы, может, борьбы с этим, может быть, сосуществования с этим. Когда сегодня я полностью прочитала название картины «Сотворение мира», я как-то так поняла, что как-то я прям была неаккуратна очень в подходе к тому, как нужно было вообще посмотреть на это. Но, тем не менее, я считаю, что, наверное, не просто так я не увидела образ творца. Мне так кажется. Это не просто так. Наверное, может, я на какие-то такие вещи более земные, более простые, больше внимания обращаю. И, может быть, они меня в большей степени поглощают. И поэтому я чуть дальше не смотрю. Ну, как вариант. Ну, то есть я пыталась сегодня найти себе этому объяснение, пока я нахожусь в процессе. Но вот для меня сегодня это было откровением. С другой стороны, я всегда обращаю в образах как раз Айвазовского и вообще всё, что связано с водной гладью, с водной стихией, обращаю внимание на отражение. И сейчас я смотрю, то, безусловно, у нас, получается, творец есть и в отражении. Я бы сказала, что там даже, наверное, крест в отражении. Получается, он как бы от нас туда идёт. Мы про крест в своё время обсуждали, когда говорили про девятый вал, мы там тоже крест видели. Ты сказала, направленный от нас, я наоборот вижу, направленный сюда. То есть как будто вот именно лежащий крест в направлении к зрителю. И вот большая перекладина, и небольшая внизу, да, как принято в католицизме. И, в принципе, в православии у нас просто это наклонная черта. Вот как-то я вот так это вижу. И это действительно отражение Бога. Просто в момент Рождества, когда мы с тобой пишем, не так мало постов вдруг появилось в интернете про то, что есть троица, нет троицы. Ну, такого религиоведческого плана. И действительно, в картинах Айвазовского я тоже замечала, что вот когда Бог, Творец и Крест, они имеют место быть по-разному. Интересно, это было всё-таки осознанное решение или так получилось? Ты имеешь в виду осознанное решение автора? Да. Может, мы сейчас прикоснёмся немножко к истории того, где хранилась эта картина? Эта картина выставлялась в своё время в Италии. Как я поняла, она была и написана в те времена, когда Айвазовский жил в Италии. Да, он был тогда ещё молод. Это было через два года после окончания Академии художеств. Он был очень молод тогда ещё. И он как раз поехал в том числе в Италию. И картина эта выставлялась в Неаполе и в Риме, где вызвала ажиотаж. И принесла я ему, как молодому художнику, первую славу. Так случилось, что картина понравилась папе Римскому Григорию XVI. И тот наградил Айвазовского золотой медалью, высказав пожелание картину купить. Но Айвазовский её подарил. И картина долгое время хранилась в постоянной экспозиции Ватиканского музея. Поэтому вопрос случайно, не случайно, наверное, не суть важна. Важно, что каждый видит в этом что-то божественное. Да, я с тобой соглашусь. Это то, что завораживает. Знаешь, что ещё меня здесь завораживает? Это картина, если двигаться чуть дальше. Это вот эта дорожка, которая, Света, идёт по такой бушующему морю. Она вначале имеет достаточно гладкий промежуток, вот прям внизу картины. А потом она заканчивается внизу под этим вот, ну, скажем так, демоном, ангелом падшим. Таким мостиком, как будто то ли две руки соединяются, то ли это какое-то окно, проход, что-то такое. Я всё время рассматриваю и думаю, да что же это такое-то? Вообще это про что? Это куда? Почему эта дорожка изгибается вдруг? Там есть волна, ну, вот среди нижней трети. И почему там есть такое вот прям окно? Это про что? Про то, что перейти грань? Это про выбор? Это про то, что всегда путь к свету уже, чем пребывание в хаосе? Ну, то есть хаоса больше. А ты как думаешь? Я думала про то, что вообще изначально, когда мы за что-то берёмся, ну, возможно, новое или то, с чем мы столкнулись там в первый раз, для нас изначально это хаос. И пока мы как-то что-то себе куда-то не уложим, какую-то траекторию не простроим, мы и пути не увидим. Вот для меня это про это, и я вижу всё равно явное вот противоречие слева и справа, оно есть, мне кажется. Это вот когда ты говорила про выбор, мне кажется, вот это тоже про выбор. То есть вот эта горизонталь, да, это моя жизнь. Я могу пойти влево, могу пойти вправо. Знаешь, когда, да, налево пойдёшь, там коня потеряешь, да, направо пойдёшь. И мне кажется, вот этот вот промежуток, это, наверное, мой выбор, за которым следующий выбор следует. Я это так понимаю. И вот этот выбор, мне кажется, открывается тогда, когда ты уже какую-то вышующую дорожку прошёл, когда у тебя уже какой-то опыт есть. То есть по мне так это, наверное, про осознанность выбора может быть всё-таки, в большей степени. Потому что я же туда, в этот просвет пойду, а не вот в ту тьму или вот в эту тьму. Ты знаешь, у меня вообще такая очень сильно приземлённая аналогия с ней вкладка. Помнишь, как-то мы с тобой обсуждали дофаминовый коридор? Вот, напомню, если честно. Дофамин – это гормон ожидания, предвкушения, который очень-очень сильно будоражит. Там мы все ждём зарплату, мы там ждём, не знаю, поезда, отдыха или наоборот какого-то армагеддона. И вот эта вот серединка, она вот не напоминает, что по ней те, ну вот если присмотреться, то луч света, он достаточно по ровной глади. Не по прямой, но по ровной. А всё вокруг, вот именно там уже волны и разные величины. Она с поворотом. А потом вот этот вот маленький элемент в центре, да, тоже, кстати говоря, очень похожий на ангела. Почему-то тут возникло воспоминание из детства, когда рассказывали про поморские дома. И не только, кстати говоря, поморские, но на Востоке также. Перед тем, как зайти в дом, надо пригнуться, выразив почтение, для того, чтобы вход был меньше там, в том числе и температурные потери. И вот тут тоже какое-то, вот чтобы пройти под вот этим демоном и выйти к свету, а там вот вдали, да, вот если чуть-чуть подняться выше, за вот этой тучей, там же прям много света, там хорошо, там шире, чем здесь. Придётся где-то нагнуться, где-то обойти, где-то повернуть. Ну, короче говоря, не по прямой и не просто. И вот как-то очень это про жизнь, что ли. Вот это меня и завораживает, что ну надо же, как похоже наша жизнь вот на сотворение мира, может быть, каждый раз, да, то есть не по прямой, по-разному. И впереди-то может быть свет, и много света. Но идти придётся по узкому такому промежутку. Возвращаясь к дофаминовому коридору, когда отказаться от перепадов настроения, да, то есть слева-справа, там же интересно, там же любопытно, там вот справа какие-то облака, причём разноцветные, там чуть ли не радуга. И слева они тоже есть, они разные, и они тоже притягивают, а что там внутри этой мрака этого. Но это перепады настроения, путь к свету вот в тишине, по менее бурной дороге. Такие ассоциации у меня рождаются. Мне хочется смотреть на эту дорогу, смотреть, верить в то, что можно пройти её, выйти туда, к свету. Да, вот сюда вот, где под крыльями вот этого, под шланг, вот прям там так красиво, тепло, как-то туда уйти. Главное не заступать налево-направо. Я вот ещё хотела тебе сказать, ты как раз затронула вот одну часть того, что я хотела сказать, про то, что для меня это ещё коридор надежды и веры. То есть я смотрю, и я понимаю, что это какая-то надежда на светлое, что там будет светлое. В то же время, ну, безусловно, вера, потому что, ну, куда без веры, если я не верю, ну, собственно говоря. И вот этот промежуток для меня это вот коридор надежды и веры. Он такой, мне кажется, основополагающий в становлении человека, в том, чтобы он шёл дальше, вот для меня ещё с этим связано. Интересно, да. Слушай, вот больше всего вера нужна, да, это за полчаса до победы или за полчаса до рассвета. И если присмотреться, как раз идёт кусочек света, да, прямой, потом идёт такой полутёмный кусочек воды, проход вот, в который придётся пролазить, а потом уже там явно свет. И вот в этом кусочке, наверное, да, после поворота, там и волн больше, и мрака больше, там вера очень нужна. Может быть, не столько надежды, сколько вера в то, что это всего лишь отрезок времени, пространства. Вот, мне кажется, того, чего не хватает в современном веке. Кажется, что вот эти бесконечные испытания, они реально бесконечны, что они не закончатся. И верить в то, что можно жить спокойно, и это приведёт к какому-то свету и теплу, очень сложно. Надеяться на то, что случится чудо, куда проще. Поэтому я не очень за надежду, но очень за веру. Интересно, ещё у ангела снизу, ведь у падшего ангела тоже белое, такое оперение. Про надежду, про веру, про то, что две стороны у каждой медали. Слушай, ещё у меня возникает образ, не так страшный чёрт, как его молюют. Да, кстати. Потому что демон, да, вот эта чёрная туча, она чёрная и страшная ровно до тех пор, пока ты не видишь этого светлого образа. Но опять же, даже я не видя этого светлого образа, мне было как-то просто интересно, потому что я видела вот этот свет за ним. И мне этого света было достаточно. То есть я в этом вижу ещё достаточно просто видеть свет и идти на него. Я согласна, но в этом свете есть какая-то тишина, что ли. А бурное море, вот этот огромный демон, мне несёт столько силы. Хочется же быть сильным. Зачастую мы от себя требуем быть сильным. А там что-то преодолевать. Ещё вот это вот тоже какое-то такое чувство интересное вызывает. Трипетаж, что ли, такого. Почтение, уважение. Да, и в тёмной стороне тоже есть своя сила. Интересно, что, кто-то говоря, у Господа, ну, по крайней мере, вот на той картине, которую мы видим, да, руки. Окей, видно, и всё. А так вот ни детали одежды, ни особо детали лица. Бог, как мы его понимаем, как сотворителя, какой он, дорисовываем сами. Если отталкиваться от слова творение, то здесь важно, что есть свет, это сила, это энергия, да, который он творит. Ну и руки как символ именно творца, мне кажется. Поэтому мне так, например, больше и не надо ничего. Когда я первый раз увидела эту картину, я вообще искала баталию. То есть водную баталию, которую там был момент в моей жизни, при мне перерисовывали, делали какую-то там зарисовку на этот счёт. И мне вообще это очень, патент тоже впечатлило, Ивазовского, да. И я увидела вдруг эту картину. Помнила про неё. Я увидела вот в этом не творца сначала, а луч света просто. И действительно всё идёт от него. Потом, когда приглядываешь, там есть руки, как некое делание, да, то есть вот пресловутое делай, да, думай, 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 но главное делай. И знаешь, что я искала в этой картине? А можно где-то хотя бы кусок суши там или дерева, или чего-то ещё? И только вот сейчас, когда мы с тобой стали обсуждать, я поняла, что на самом деле этого тут не может быть. Рано. И достаточно света и тьмы, чтобы уже, ну, что-то сотворить. А так хочется зацепиться глазом за что-нибудь зелёненькое, листву, цветочки. Ты сейчас, когда говорила про образ творца, я увидела следующую вещь. Вот мне кажется, вот этот чёрный демон, он просто копирует позу творца. У него также раскинуты руки, но у него мы видим ноги, потому что он нам ближе. А так как он закрывает творца, я достраиваю позу творца именно примерно такую же. Вот мне кажется, вот этот демон, он копирует его просто. Да, я вижу в этом, да, раскинутые руки, тоже какой-то свет на другого оттенка, да, тёмного. Вот ноги не вижу. Вижу тоже какое-то вот отсутствие опоры. У творца нет опоры, да, вот нет ног, как-то не видно. Так же и у демона. Знаешь, я очень, я нередко вижу людей, которые находятся именно в таком состоянии, когда нет опоры, ты вдруг её потерял. И ведь хочется сразу впасть в отчаяние, в какое-то осуждение, в претензии, дайте мне опору. А творение это начинается, наверное, вот, когда у тебя этой опоры нет, когда ты абсолютно свободен. Свободен выбрать свет, тень, и дать тени больше. Интересно, что всё-таки нет суши, нет ни за что зацепиться. Ты волен выбирать любую сторону движения. И не так редко люди приходят даже к неврозу, именно ища, вот, ну, как в этой картине я искала, да, какую-то сушу, дерево, что-то очень привычное и обыденное. А можно ведь просто остаться со светом, с тенью, посередине, по-разному. И действительно, две зеркальные, да, позиции, одна больше, другая меньше, может быть, зависит от того, к чему ближе я стою. Зрителю предлагается стоять ближе к тёмной стороне, но я же могу выбрать стоять ближе к светлой, пройти по этому пути вперёд. Это же мой выбор. И мне надо вот это завораживать, мне хочется туда дойти. Мне кажется, просто ещё светлые силы, у них потенциал энергии на порядок выше. И какими бы они не были по объёму небольшими, по силе, они просто в сотни тысяч, миллионов раз больше. Ну, просто потому, что это светлые силы. Это первый момент. А второй момент, когда ты говорила про опору, я так подумала, а зачем ему опора? Вот будет у него опора, так у него же эта опора будет его же ограничением. Это как я привязываюсь к какой-то точке. Вроде как это опора, но это ограничение. Ты, по сути, про это же и сказала. Ну да, это обязанность, несвобода. Ты знаешь, вот если говорить про несвободу, справа, под крылом вот этого чёрного ангела, как будто это лицо кого-то, стремящегося вперёд. В ту же сторону, что и стремится демон. Да, и это направлено к свету, кстати говоря. Всё-таки в тёмной стороне, наверное, созидать невозможно. Созидание жизни, это где-то ближе к свету. И хоть и он закрыт вот этими тёмными силами, но это ближе к свету, вот это созидание. И всякая тварь Бога славит. Почему-то вот эти слова вспоминаются. И интересно, только одна здесь фигура вот такая, которая стремится туда или есть ещё? Я не вижу. Похоже, одна. Про то, что мы всегда выбираем сами. Может быть так. Про то, что никто никогда до конца не поймёт нашу боль. Мы приходим в этот мир и уходим в одиночестве и выбираем между этими силами тоже в одиночестве. Только мы. В каком-то смысле, безусловно, это так. Слушай, ну да, опора тогда как будто бы, если бы была земля или опора, то кто-то сотворил до это. Как будто есть ещё кто-то. Ведь много на самом деле сектанских течений, которые пытаются найти кого-то ещё сверх творца. А на самом деле мы просто выбираем смотреть на светлую сторону или на тёмную. Одни очень похожи, они занимают одну и ту же позу, но между ними есть расстояние. Ну слушай, всё-таки эта история не про чёрно-белые восприятия. Когда ты хотела зелёное, я поняла, что мне вот эти вот оттенки зеленоватые, которые как вот дымка, сероватые, зеленоватые в перемешку с вот этим светло-таким охристым, они мне очень приятны. И был бы здесь зелёный, пожалуй, может быть, он даже перетаскивал внимание отсюда. Поэтому мне кажется вот вполне даже очень так, что его нет. Тут всё равно какой-то зелёный, он в всплесках воды есть, в оттенках. Вот чуть-чуть тут какая-то такая вот зеленюшечка есть, небольшая, где-то вот, которая перекликается с обычным морским простором Айвазовского. Вот эта зелень, чуть-чуть она здесь есть. Её тут совсем немного, знаешь, мне кажется, ещё почему? Потому что тогда бы это не была картина сотворения мира, а был бы девятый вал, чесменское сражение, ещё что-то, то есть что-то такое мирское. А мне кажется, вот здесь и цвета-то такие, потому что это история про сотворение, божественная история. Начало-начал. Да. По сути дела, ведь наша жизнь каждый день, это тоже в какой-то мере начало-начал. Да, конечно. И мы вот стоим, да, как вот эта вот фигура справа перед выбором. Туда, где больше, туда, где светлее. В какой-то степени, даже когда долго смотришь, это слепляет этот белый цвет. На компьютерах, когда много белого, особенно вот в прошлом, да, веке было так, что если на компьютере на какой-то картинке много белого, она выжигала пиксели на экране. Сейчас уже нет такого, то есть там тоже есть свои нюансы, только стремиться вот к этому божественному. Знаете, что я сейчас еще думаю про то, что кажется так страшно, темная сила, она такая большая, а в реальности волны-то небольшие, не девятый вал. Можно пройти мимо них, можно даже, я бы сказала, ну вот судя по размеру, так и переплыть, а учитывая, что какой-то образ нарисован вообще вне водной стихии, долететь, просто выбрать. Знаете, вот что-то действительно неземное, наверное, это тоже поражает, хочется в это углубиться, оторваться к земле. Я хочу продолжить тему одного дня, это вот вода, светлое отражение, да, отражение, вернее, светлого образа, это про то, что творец, он всегда с тобой, ты здесь на земле, да, он там, а вот этот свет, он всегда с тобой, и вот этот вот демон, это вообще не твоя забота по большому счёту, и я спокойно топаю по этой дороге, потому что он со мной. Я ухожу на тёмную сторону, и она затягивает меня, она меня притягивает. Смотри, я обращаю внимание на тёмную сторону или нет, я сейчас смотрю вот на это светлое отражение, я понимаю, что мне больше ничего не интересно, ни какая там тёмная сторона, ни ещё чего-то, ну, то есть я иду по этой светлой, и мне тёмная вообще никак не интересна, не страшна, она вообще ни для меня, ни про меня, и не моя сфера деятельности. Как-то вот у меня такое ощущение возникло, что вот творец вот в этом отражении, он всегда с тобой. У меня всё равно как-то, знаешь, у меня есть выбор, и меня таки манит тёмная сторона, и вот эти чёрные углы снизу, да, вот эти тёмные углы, они прям, страх может побороть только любопытство, любопытство. И вот у меня что-то пока это было интересно же, а что тут, а что там. Хотя, наверное, спокойнее было бы просто выбрать идти с верой, делать себе легче, проще, спокойнее, перестать метаться. То, что ты говоришь, да, вот, что я не одна. Да. Интересно. И тогда действительно, просто, когда ты видишь вот именно лик творца, туча тёмная, ну, ещё какие-то тучки тёмные, ну, да, есть, ну, ладно. Я выбираю другой путь. Ну, как же его сложно иногда выбрать. Всё равно, вот эта фигура справа меня там привлекает, потому что такое ощущение, что что-то кричит, что-то пытается, руки тянет, свет или... Мне кажется, здесь ключевая история, знаешь, где ты находишься, условно, вот в этом пространстве. Я себя чётко ассоциирую вот с этой вот дорожкой светлой, да, с морем. Дальше идёт вот это воздушное пространство и творец. И вот эта вот вся бурная стихия, которая, она по большей части вот в этом воздушном пространстве находится. И я понимаю просто, что это вообще не ко мне, мне вот здесь нормально, хорошо, и как бы, ну, не моё это. и лезть я туда даже не хочу и смотреть, что там происходит. Тоже мне хватает того, что здесь у меня плавает. Ага, Так, я ассоциируюсь, видимо, всё-таки вот с этим вот чем-то таким в воздухе, куда-то плывущим, метающимся. И я вижу эту дорожку на воде, понимаю, что по ней можно идти, но как будто я от неё оторвала. Это интересно про гордыню или про что-то другое. Как будто я между вот этими стихиями, да, я ниже, чем они, я не претендую на рот Бога ни в коем случае, это слишком, но и не, и не про водную гладь как-то. Она там есть и есть, ну, да, там есть свет, какой-то указатель, куда идти и как, но я где-то сбоку, со стороны. И всё-таки мощь стихии, воды, воздуха, света, энергии, тут, ну, потрясающий. Да, я соглашусь с тобой, безусловно. Цвета, да, всегда потрясает талант художника отразить так чётко, то, что мне казалось невозможно отразить. Мировой хаос. Он есть, был, будет, должен быть. Ну вот, мне всё равно кажется, что эта картина ещё о том, что какой бы хаос ни происходил, всегда есть какое-то пространство тишины. Ты же изначально говорила про то, что всё-таки здесь и тишина есть. И я, вот с этой точки зрения, для меня удивительная картина автора в том, что я так поняла, что я могу увидеть то, что происходит как хаос, и одновременно какое-то пространство, когда я ограничиваю, да, как спокойное, там, тёплое, уютное место. Вот для меня это ещё про это. Да, действительно. И там уже говорить про выбор, про который ты всё время говоришь, это я выбираю, как мне смотреть, знаешь, мне перелистать все каналы, посмотреть все, про все военные конфликты, которые сейчас происходят, все ужасы посмотреть, СМИ прочитать, или вообще это всё выключить? Ну, это мой выбор, свободный, я согласна. Я могу посмотреть два канала и выключить, решив, что это не про меня и не мой путь. Я могу посмотреть про что-то одно, ни про что не посмотреть, выключить совсем, переключить на фильм, почитать книгу. У меня столько выборов. Это не значит, что я не сопереживаю, не сочувствую, да, но зачем делать то, на что я не в силах повлиять? Ты знаешь, я вот сейчас всё слушаю и очень откликается из книги Беральда Кушнера, да, то есть про выбор. Чем больше людей выберут свет, тем его станет больше, больше туда дойдёт. Чем больше выбирают тьму, тем она становится сильнее. Но всё равно каждый из нас выбирает один, вот как эта фигура, да, в картине, она одна. Силы всегда будут тёмные, светлые. Интересно, вот просто даже если взять в отношении площади света и тьмы, я думаю, что тут примерно пополам на картине. И есть много полутонов и зелёных, и фиолетовых, и розовых, и персповых, всяких разных. Я выбор делаю. Моя ответственность сделать выбор. И я его могу поменять. А они силы, да, они есть, и та, и другая, всегда похожи, разные. А то, что мы с тобой обсуждали, что это отражение, не отражение, у каждого показывает что-то своё. Интересно. Действительно такая впечатляющая работа, предлагающая подумать, поразмышлять о сотворении мира. А вообще, ещё, знаешь, такой момент, который мы прямо с самого начала, когда мы начали говорить, зачем Бог создал землю? Благодаря отцу Игорю, Горбань, я слышала такой вариант, что у Бога было всё, и была радость, и он решил ей поделиться. Если исходить из этого, то да, вот он развёл руками тьму, и создал радость. Если продолжать вот в сторону Гаральда Кушнера, то мы впустели от древа добра и зла и стали различать свет и тьму. Мы перестали видеть только свет, мы перестали видеть только радость. И поэтому у нас появились тёмные стороны, светлые стороны, оттенки, полуоттенки. Всё это про какое-то сотворение мира тоже, про ответственность. Обычно древо добра и зла даже расценивают как некие грехопадения и так далее. А может быть, это не только грехопадения, это наши отличия вообще заполнены. И не всем живым существам дано выбирать. Ну да. А нёба же не выбирает жить или умирать. Ну, когда поплыла, так и будет. Лёв убивает антилопу, и ему не дано выбирать по-другому, он по-другому не выживет. Человек — другое существо, мы выбираем. И это вот, наверное, про то, что ты говоришь, да? То есть вот они сами по себе сел, я сам по себе. Ну, присмотреться-то я могу. Дорожки света, к Творцу, к тёмному демону. Такой интересный путь к себе. А мне-то куда? Куда? Наживая направо, прямо, наверх, вниз, вдоль, поперёк. Куда я хочу? Что я хочу? Интересная, философская такая-то мысль. Можешь резюмировать? Скажи, пожалуйста, как тебе сегодня было? Ты знаешь, мне было интересно, мне было удивительно, ново. Для меня такой опыт первый. И вот, прям вот как у нас было начало, записи в неком хаосе, в хаосе там по времени, ещё в чём-то. И вот, некий хаос наблюдался, как мне кажется, и в структуре нашего обсуждения. Вот всё, что мы видим, оно отражается в нас. То, на что мы смотрим, мы отражаем внутри себя. Ну, вот какие-то такие философские дебри, оно ушло, и всё-таки выбор добрый. Блин, ну как мне хочется, чтобы люди научились выбирать там, где свет. Понимать, что это непростой путь, но он есть. Да, он узкий, да, он с такой силой, может быть, выглядит и рисуется нам. Ну, он же есть, ну, люди, ну, можно же выбрать светлый, сказала Лена, и себе тоже. Слушай, ну, я тебе хочу сказать огромное спасибо, потому что, благодаря твоему выбору, я сегодня всё-таки увидела образ Творца. До этого как-то я его не замечала. Поэтому ты можешь плюс один себе поставить. Сегодня плюс один человек случился, который свет увидел. ещё огромное спасибо тебе за то, что ты выбрала эту картину, потому что я на неё давно тоже смотрела, ещё думала, с какой стороны подойти, и вообще с кем можно с этой картиной куда-то подойти. Ну, теперь я знаю, с кем можно, как можно, поэтому за это ещё одно огромное спасибо тебе. Сейчас я ещё просто хочу пару раз сказать о том, где сейчас находится эта картина. Она по-прежнему находится в Италии, только в начале 20 века папа Леон XIII уже подарил картину армянской конгрегации мхитаристов в Венеции. То есть она сейчас находится в Венеции, а Ивазовский имеет армянские корни. Ты знаешь это? Да. Благодаря этой картине просветилась тоже. Да, всё-таки сотворение мира это и что-то поискать и увидеть новое. Для меня это было открытием, интересным открытием. Не могу сказать, что неприятно. Почему-то мне так тепло-то это стало и понятно, откуда море. И там же в Венеции я посмотрела, находится ещё достаточное количество работ Айвазовского. Для меня это тоже было открытием. Оказывается, в Италии, в Венеции можно приехать и посмотреть Айвазовского. Я была убеждена, что это можно было сделать только в русском музее. Оказывается, нет. Оказывается, ещё в Венеции. Ну, в том числе в Венеции. Венеции. Ну, и, конечно же, на его родине в Феодосии. Лен, я ещё раз хочу тебе сказать огромное спасибо, потому что я давно хотела, чтобы ты поучаствовала в этом проекте. Мне было радостно и приятно, что ты согласилась, что это действие случилось. Спасибо, Марина. До встречи снова. Спасибо, Лен. Друзья, спасибо большое, что были вместе с нами. Присоединяйтесь в наших следующих выпусках. Я думаю, что дальше будет только интересно. Спасибо вам огромное. До встречи в следующих выпусках. Спасибо.